Здрасте. Здрасте. Замажала. Вы знаете, девушка, заходите-ка. Потому что, я так поняла, вы денежки ходите берете у нас, да? Нет, вы что? Каждый раз. Ну, в общем, я вас снимаю. Вы что? Бессовестная. Незнакомка удивлена, ведь в этот раз ее встречает не 84-летний хозяин квартиры, а его дочь. По словам Марины Николаевны, женщина частая гость у пожилых людей. После ее появления на пороге квартиры родители оставались без денег. В октябре она унесла определенную сумму, ну, 1015, а в декабре она унесла уже, получилось у нас, две пенсии родительских. То есть это где-то 43-47 тысяч. Походы незваной гости к пенсионерам начались в конце прошлого года. Каждый раз она представала перед хозяевами в новом амплуа. То в качестве медицинского или социального работника, а то и вовсе представлялась знакомой дочери. Приходил, получил. Где-то открывать встал, я деньги положил. Как были они, все, все. Ушла, денег никаких не осталось. Бабушкина пенсия, моя пенсия. В списке пострадавших от действий мошенницы три пенсионера. Свою вину женщина признала. Правда, не на камеру. Она просит не снимать ее и не показывать в эфире. Говорит, узнают. Я приехала к подружке. Что с тобой дальше? Я не буду говорить. Однако оперативные работники считают, что в лицо мошенницу должны видеть все. И тех, кто пострадал от рук женщины, просят незамедлительно сообщить в ближайший отдел полиции. Отделом полиции номер два в составе УМД России по городу Саратову задержана ранее уследимая 37-летняя гражданка. Подразделение совершений краж и мошенничеств в отношении пожилых жителей города Саратова. В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, пресмурсной статьей 158 и 159 УК РФ. После того, как пожилых родителей обманула мошенница, дети оборудовали квартиру камерами видеонаблюдения и запретили открывать дверь чужим людям. Управление МВД России по городу Саратову просит позаботиться о безопасности родных. Ведь доверчивые пенсионеры – это легкая добыча для мошенников. Эллада Обжалимова, Анатолий Чернов. Вести. Дежурная часть. Саратов.